Итак, друзья, я приветствую вас на нашем канале. У нас в гостях сегодня очень интересный человек Бондарева Татьяна Валентиновна, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог. Ее тема настолько злободневная и интересная, что не пригласить это невозможно. Тем более мы столкнулись с тем, что она своеобразно подтолкнула нас к дальнейшему исследованию наших работ, что мы занимаемся висцеральными практиками и работаем с внутренними органами. Она дала новый взгляд на некоторые процессы. И я думаю, что вам тоже будет очень интересно ее послушать. Ну и я бы хотел, конечно, у нас была как-то встреча год, наверное, назад. Где ты? Татьяна Валентиновна, расскажите, пожалуйста, о своей карьере. Что произошло за этот год? Карьера у меня развивается так же, как моя методика. Я автор методики и концепции «Человек изначально идеальное творение природы». И методика настолько эффективная, что она имеет интерес и в государственном масштабе. И поэтому я выступаю на форумах, когда рассказываю, что есть такая концепция, по которой стоит развивать медицину России. И методика висцеральной терапии, она тоже под эту концепцию очень хорошо вписывается в нее, потому что висцеральная терапия, так же, как моя методика, рассматривает человека как единое целое. И мы только помогаем организму оживиться, оздоровиться и с доверием относимся к организму человека, когда организм сам начинает выздоравливать. А мы ему только помогаем. Меня приняли в члены Международной академии общественных наук. И я выступала на Всероссийском форуме, который проходил буквально на днях. Это 27 января и 4 февраля. Два раза выступала. Объясняла, что у нас другой путь в России. Здесь наш президент дал нам путь развития медицины, сказал, что надо развивать образование, медицину. Здоровье населения – это сейчас важно для развития общества. Но развиваться, основываясь на концепции Дарвина, я считаю, неинтересно. Мы видим, куда это заводят. Это все пересадки органов, имплантации, суррогатные. Вот это мне не очень импонирует. Мне больше нравится относиться к нашим людям, что они идеальные творения природы и нет генетических каких-то грубых нарушений. А значит, мы должны с доверием относиться к организму, который сам имеет все механизмы для выздоровления. Мне дали общественный орден Петра Первого, когда я выступила на Всероссийском форуме. Спасибо большое. Вообще мы получили достаточно большое количество вопросов по поводу КАПы. Интересно, я иногда рекомендую своим пациентам, у которых высокое небо, использовать КАПу. Подскажите, пожалуйста, как вы вообще к ней относитесь и как ей пользоваться правильно? Немножко расскажу про КАПу. Она очень интересная. И опять же, в процессе ее использования мы обнаружили еще дополнительные ее свойства. То есть вначале мы ее позиционировали, как что КАПа, она расслабляет мышцы и дает возможность организму раскрыть небо. Небо – это череп. Когда небо раскрывается, это значит, создаются условия для мозга, для лучшего его питания и лучшего кровоснабжения. А сейчас стало понятно, что когда мы спим в КАПе, наш сон более крепкий и кровоснабжение мозга очень сильно улучшается. КАПа хорошо сочетать с правильным положением во сне, потому что если мы надели КАПу между зубами, она одевается вот здесь, нижние зубы сюда, верхние. Но если мы легли с перекосом и надавили себе на челюсти, а это, например, в рекламе подушек, сейчас очень часто несоответствие такое видно, когда девушка ложится на подушку, и вот она такая красивая лежит. На самом деле, как только она заснет, у нее расслабляются все мышцы, она вот здесь будет лежать. И КАПа, конечно, будет перекошена, язык под КАПой будет давить на зубы, и вот вам парадонтоз, вот вам расшатанность зубов, оголение шеек, чувствительность зубов. КАПа хорошо действует, когда организм правильно расположен во сне и нет сдавления лица. КАП расположен между зубами, и когда мы начинаем массировать наши мышцы, сокращаются, и в это время идет вибрация черепа. И вот в это время как раз КАПа очень-очень полезна. Она сглаживает эти движения, как на батуте мышцы прыгают и расслабляются, а кровоснабжение мозга очень хорошо улучшается. При этом рот закрыт, нос дышит, а когда мы дышим носом, у нас идет вентиляция нашего мозга. Поэтому те пациенты, которые спят в КАПе, они со временем говорят, мы без нее даже как-то плохо спим, нам больше с ней нравится спать. КАПа прошла регистрацию в Минздраве, она делается у нас в России, но делается из немецкого очень качественного силикона медицинского, из которого делаются детские соски. Поэтому она безвредна, ее нельзя проглотить. Она может выпасть изо рта, если человек вот как-то повернулся неудачно и лежит на щеке. Но в целом она работает всю ночь, и пациенты потом могут видеть, что ускоряется процесс расширения зубных рядов и улучшения из этих зубных рядов. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо. Теперь я своим буду рассказывать. Ну и я думаю, что... КАПа показана всем, да. Можно КАПу с 6 лет уже давать. Тем более сейчас детки очень часто дышат ртом. Если мы им даем КАПу, это вот с 6 до 11 лет первый у нас размер, с 11 до 15 второй размер. Женщины могут остаться на втором размере, а мужчинам даем уже третий размер. Это по... То есть три размера, да. Три размера, да. И вот чаще это подростки женщины, это вот второй размер, чаще всего мы используем. Татьяна, где-то полгода назад, учитывая вашу занятость, мы разговаривали о проведении семинара. Как вы считаете, для кого провести... Вы могли бы провести семинар с подробным объяснением, с рассказом, с показом, чтобы люди были более осведомлены в своих проблемах, которые формируются в ротовой полости? Для кого этот семинар? Как это? Для всех. Для всех. Для всех желающих. И специалисты, и не специалисты. Специалист, не специалист. Просто специалист, он найдет другой подход, более легкую диагностику, более понятную диагностику, потому что сейчас стоматология основана на западных объяснениях и концепциях, которые сейчас уже окончательно запутали всех подряд. И стоматологи тоже запутались, как ставить, как протезировать. Если есть перекос по черепу, по небу, небо заужено, то как протезировать человека сейчас, да? Как найти эту золотую середину? И мировая стоматология, она не учитывает, что после протезирования у человека все начинает раскрываться. То есть организм, получив заново зубы, он начинает выздоравливать и раскрываться, потому что любое здоровье – это раскрытие и свобода. И вот эта стоматология не учитывает. И когда после протезирования меняется прикус, меняется соотношение, пациент говорит, у меня теперь эта сторона не смыкается, это смыкается. А врач все вроде бы как учел, он только не учел, что организм гибкий, он начинает двигаться. Но это же эти знания, они же нужны и людям, которые сами будут лечиться, да? Они должны знать, как они устроены, они должны знать, что они гибкие, все можно исправить. Сам организм стремится к выздоровлению, потому что он идеальный. Поэтому на своих семинарах я объясняю, как мы устроены очень простым языком. И любой человек начинает понимать, как он может помочь своему ребенку, чтобы у него никогда не было ни кариесов, ни тем более коронок и имплантов. То есть цель моей методики, чтобы человек вообще не нуждался в стоматологе. Мы же не нуждаемся каждые полгода приходить к лору что-то делать. А почему мы должны каждые полгода приходить к стоматологу на какие-то чистки, на какие-то проверки? Может быть, мы что-то нарушаем, поэтому мы нуждаемся в постоянном перелечивании, переделывании. То есть можно, конечно, прийти, поулыбаться, пофотографировать, еще раз провериться, что да, я хорошо чищу зубы. Но когда я на семинаре объясняю, как это делать, ну, в принципе, уже можно раз в 6-7 лет приходить к стоматологу, чтобы там уже заглянули в самые закоулки нашего рта, где я уж точно не могу проверить. А так мы не должны к стоматологу ходить так часто. Мы должны знать просто, что сделать, чтобы не болеть. И вот мой семинар, он именно на это рассчитан, чтобы каждому человеку в доступной форме объяснить, как вести себя с нашим ртом, которые очень важны для нашего организма. И я утверждаю своим пациентам, говорю всегда, что нету вот этой разваленной старости, вот этой, когда мы боимся этой старости, когда мы теряем свое здоровье, свой организм, свое лицо, память теряем, теряем опору в ногах. Но на самом деле это все признаки беззубости. Постепенная потеря зубов приводит к тому, что организм начинает менять свой баланс, менять кровоснабжение мозга. Оказывается, за это отвечают зубы. Опять же, про эти функции никто не говорит, что у нас ночью, когда мы спим, и тело начинает обновляться, омолаживаться, оздоравливаться. Для чего же мы спим? Для этого, да? Оказывается, зубы в этом процессе играют огромную роль на кровоснабжении нашего мозга. То есть мозг отключился от информации, а зубы в это время сжимаются. Есть такое выражение «сладко, почему тело во сне?» Оказывается, в это время идет вот эта пульсация ритма наших всех жидкостей в мозге, и кровеносные сосуды, и мозговая жидкость, она пульсирует, потому что в это время еще идет вот движение черепа. Если зубов нет, то оно не идет. И человек постепенно накапливает эти токсины, появляется бессонница, неврозы, панические атаки, потому что нету этого насоса, который вот когда мы сжимаем челюстью, он у нас происходит. Поэтому, зная все эти процессы, нужно просто соблюдать правила игры. Вот нам природа дала генетический идеальный организм. Нужно просто знать, как это делать. Вот с руками и ногами мы знаем, что вот нельзя, например, локтем бить по косяку, а с зубами не всегда знаем именно эти правила. Вот на семинаре, когда я объясняю, то достаточно просто. Оказывается, мы это все знаем. Но, например, есть такое выражение «стиснув зубы». Стиснув зубы, пойти на врага. Стиснув зубы, доказать свою правоту. И стиснув зубы, поднять тяжесть. То есть мы и психологическую опору поимели, и имеем физическую опору. Но стиснув зубы какие? Если они у нас низкие, стертые, съемный протез, который у нас перекошен, а мы стиснули зубы, мы в это время докажем свою правоту? Или наоборот будем чувствовать себя разбитыми, усталыми? И если это каждый день, каждый день, у нас нет такой опоры, то появляется вот эта вот тревожность генерализованная, постоянная усталость, депрессия, головные боли. Ничего не хочу. Ну и суставы перегружаются. Суставы перегружаются, глаза перестают хорошо видеть, шея перестает хорошо себя чувствовать. То есть идет вот это зажатие у нас. Вот это все объясняется на семинаре. Да, все интересно. Я думаю, что я с удовольствием, наверное, даже постараюсь посетить ваш семинар. На самом деле, вы очень много тоже знаете. Ну, я постараюсь связать вот мои знания с вашими. Может быть, еще что-то я для себя возьму, для наших пациентов. Ну, в принципе, пациенты, они всегда пациенты, и ваши, и наши. Но кто-то обновляет свои знания, кто-то не обновляет. Но в любом случае мы двигаемся в нормальном направлении. Мы оздоровители. Мы помогаем человеку прожить более долгую и хорошую счастливую жизнь. Наверное, и так. У нас сейчас, я замечаю смену наших пациентов вот по менталитету, по мышлению. Очень много людей сейчас хотят активно улучшать свое здоровье. Ведь вот в советские времена в основном у нас воспитывали жертву такую. Вот когда заболит, я пойду. Вот я таблеточку выпью, она мне поможет. Вот хирург мне что-то вырезал, вот я хожу теперь. То есть нельзя быть жертвой, когда ты довел свой организм. Ну, в менталитете такое, что кто-то довел мой организм до болезни. Какая-то болезнь на меня напасть, напала. И вот я такой несчастный, больной, пойду, пусть меня вылечат. Кто-то там меня лечит, а я в это время в тихушку там сахар ем, там соли побольше, ну хочется мне. Или покуриваю, или выпиваю что-то, а кто-то меня там будет вылечивать. Так вот сейчас происходит смена в населении вот этого менталитета, когда человек начинает понимать, что очень много от него самого зависит. И вот моя методика, она именно на это рассчитана. На понимание, как я устроен, как мне надо себя вести, что мне надо сделать, чтобы вообще не болеть. Я не хочу ходить к врачам. Ну, это сейчас еще накладывается на то, что врачи онлайн обучение проходят, там вообще будет очень подозрительно к врачам ходить. Еще период следующий будет. Это будет следующий период, да. Ну, вот мой опыт, например, посещения вашей клиники был такой, что когда мне объяснили, что вот так питаться нельзя, вот так себя вести нельзя, и поправили мне буквально за два посещения, по одному часу я пришла, и у меня песок из почек делался, и все прошло, и я здоровый человек уже, получается, 10 лет уже прошло этому процессу. Но я же выполняю эти все назначения. А если бы я не выполняла, я бы у вас тут, может быть, почаще бы сидела, и каждый раз песок из почек бы мне что-то выводили, а может быть, уже и хуже было. Поэтому я тоже, мне понравилась эта роль активного делателя своего здоровья. И свою методику я на себе тоже уже 20 лет испытываю, делаю, и вижу хорошие результаты. И я хочу, чтобы у других людей тоже это здоровье сохранялось очень долго. И именно молодость, именно вот это состояние активности, активный образ жизни, вот этот, да, который говорят. А то человек без зубы, сутулый, ноги отваливаются, неправильно спит, а потом ему 10 тысяч шагов для оздоровления надо сделать. Или два раза в год прийти и зубы почистить. Да у него уже и зубов нет чистить, а ему два раза в год. Я считаю, это не профилактика. Профилактика это вот здесь. Это активное желание быть здоровым, молодым и сильным долгие годы. Ну, напомню, что кровь у нас обновляется раз в три дня, а клетки организма обновляются раз в три месяца. То есть мы все время молодые должны быть, да, по замыслу природы. У нас идет самообновление. Тогда вопрос, о чем мы тогда болеем? Если у нас сами процессы все обновляются, значит, надо знать, как им создать условия. И пусть они обновляются, а мы молодеть будем. Правильно, да? Конечно. Итак, друзья, вы на нашем канале. Мы ведем беседу с Татьяной Валентиновной Бондаревой, кандидатом медицинских наук, специалистом в стоматологии. Это ее мнение на вот эти проблемы. Ну, это мнение, оно совпадает и с моим мнением, и многих, я думаю, что из вас, что лучше, чем болеть, профилактироваться. Ну, и я надеюсь, что мы вас увидим на ее семинаре. Ну, вот, и для того, чтобы можно было задать конкретно вопрос, услышать ответ. Ну, и, может быть, услышать то, чего она не успела сказать вот за этот промежуток времени. То есть, достаточно информативная встреча, достаточно интересный рассказ. Я вам желаю здоровья и до встречи. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok